Ну, я должен вам ответить. Если вам то не нравится, я вам отвечаю то, как это вы видитесь. Безбородый подкаблучник? Обязательно, потому что у вас власти над женой нету. Две мамы в доме. С чего взял-то? А с чего взял-то? Это Господь устроил так, что у мужчины есть знак. Он мужчина. А вы кто? А у меня служба не позволяет удар в России. Это обман, обман. Я в 62-м году в 61-м году еще из армии уволен с бородой. При советской власти. А сейчас нельзя так, сейчас очень строго все. Нет. У нас на одного напали так с бородой, юристы восстали и все отбили. Сейчас работают с бородой. Нет, нельзя сейчас. Ну, нельзя, потому что вы не хотите. Потому что это блудодейство. Должна быть пидорская бородка. Ну, зачем она нужна? А за тем, что это блудодейная ересь. Протопопа вакуум называет. Это мужчина-развратник. Это гомосексуалисты все придумали, Бритцы. Вы еще не знаете. Гомосексуалисты? Да, конечно. Содомиты проклятые. Вы зайдите в храм, посмотрите. Образ Христа, апостолов, пророков, Достоевского, адмирала Макарова. Борода до пояса. Адмирал. Ага. Ну, а сейчас что за дела? Одни пидоры при власти, да? Ну, только вы еще материться будете. Смотрите. Чтоб не было этого. Я понял. Я понял. Ну, расскажи, что не хорошего. Я хочу, чтобы у вас было все благополучно, чтобы вы знали, что мы встретились не зря. Мы говорим, тот, кто с Богом работает везде, его Господь проносит мимо, как ангел-хранитель. Ага. Услышал. У вас, может, какие-то вопросы есть духовные о душе, о вечности? Ну, нет пока. Ну, я вам дам ключик. Если у вас будет, то вы можете зайти к нам по скайпу, меня найти, Игнатий Лапкин. Два слова запомните, запишите. Игнатий Лапкин. Да. Ну, сразу на ютуб можете зайти во Свете Библии. У меня 17 400 роликов наших. Мы деревню православную строим. Не пить, не курить, не воровать этого у нас нет. Вам будет все очень интересно. Как у нас шла миссионерская поездка. У меня 38 томов книг вышли из печати. И подарить библиотеке. И мы из Барнаула, я из Барнауле, доехали до Владивостока, а потом вернулись. Контейнеры отправили вперед. И дальше до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия, Турция и Север. 650 городов посетили. И сделали подарок библиотеке Российской Федерации на 35 миллионов. Нифига себе. Ну, вот так. Это Господь делает. Лишь человеку это невозможно. Где мы ночевали? И главное, собака была с собой. Она стала чемпионом России, вернувшись. Нифига себе. Да. Это благословение Господне. Как мы ехали. Представьте, как трудно было. И нигде аварии не было. Лавария за аварией видели. И вы тоже помолитесь, когда выходите. Вот так выходи из дома, перекрестись и скажи, отрекают сатаны и всех дел его. Всех ангелов его. Чтобы ангел Господний тебя сохранял. У вас повышенная опасность. Чтобы вы себя берегли. Да. Чтобы семья не потеряла кормильца. Это да. Если вопросов нету, я буду прощаться с вами или как? Да. До свидания. До свидания. Как звать вас? Что? Вас звать? Александр зовут. Александр? Александр зовут. Это защитник людей переводится. Защитник. Так что защищай своих близких словом Божьим. Это перевод вашего. Это с греческого. Ваше имя Александр переводится так. С Богом. Наул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Вам достаточно этого? Я из Туга. Да. Мы пришли сюда напомнить людям, которые здесь безумно ведут себя, блудодействуют, что Господь Христос будет судить нас по этой книге. Нельзя жить в разврате, в наркотиках, в матерщине. Это здесь садом настоящее. Что делают? Рукоблудем занимаются. Бабы сиськами своими трясут. Да, правильно, правильно. Мы православные христиане. И поэтому пришли сюда, чтобы сказать, что будет суд Божий за все эти беззакония. Кто верит во Христа воскресшего, распятого за наши грехи, получит прощение, если покается. Чтобы шли в храм Божий, сходили наиспоить к батюшке. Может, у вас вопросы есть какие? Духовные. О душе, о вечности, о будущем страны. Дедушка, у меня такой вопрос. У меня в голове... Так, подождите, подождите. Подождите. Давай. Все, закроешь что-то, я разговариваю тут. Это мы в храме были, пришли, я пораньше пришел. Все отмоление было. Завтра воскресенье у нас. Повторите, пожалуйста. У меня такой вопрос. У меня такие приходят мысли, да? Кто-то умер, да? А он живет. Ну, он... Ну, приходит мысль на такой. Кто-то умер, умер, да? Постоянно. А они живут. Просто живут. Володя, ты понял, что говорит? Сейчас он подойдет. Я не совсем понял. Хорошо. А то неправильно я буду отвечать. Сейчас он подойдет, минуту. Потом окно закроешь. У него приходят мысли, что кто-то живой, да? Ну, не, он живет, да? А во мне приходят мысли, он что, умер, да? Мысль? Постоянно такой. Сейчас приходят мысли. А кто умер именно? Кто живет? Да, они все живые. Сейчас живут они. А мне приходят мысли, что они умерли, да? Вот так. То есть люди живые, а ему приходят мысли, что они умерли? Да, 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 да. Вот постоянно такой. Ну, молиться надо, чтобы на наваждение ушло. А может быть, они духовно умерли. Господь говорит, оставьте мертвецам хоронить мертвецов. То есть люди ходят, а они трупы. Гробы, говорит, окрашенные. Господь называл Христос так людей. Человек ходит, ну, нормально как будто все. А Бог видит, что это мертвецы. Иисус пришел к еврейскому народу и говорит, я пришел к погибшим овцам Израиля. Даже не к кладбищу, а скотомогильник. Так что тут ничего особенного нету. Помолись, да и все. Обрати внимание, может, Бог тебя предупреждает, чтобы ты ему Евангелие принес. Посчитали вместе. Спасибо, дедушка. Ну, все. Если вопросов нет, будем прощаться. Статистика говорит, 86% разводов в первые три года. Это кошмар. А почему? Жены непослушные. В основном они виновные. А мужчины бритые, власти никакой нету. Спрашивают не с кого. Блудят, как говорят, безхвостые кобели. Надо считать Слово Божие, довериться Христу. И Он устроит и личную жизнь, а главное – душу спасти. А это все такое приходящее скоро. У вас, может, какие-нибудь вопросы есть духовные? О Боге, о Душе, о Вечности? Да нет. У меня крестная все знает, расскажет, если надо. Ну, это хорошая крестная у вас-то. Вы ее поблагодарите. Она очень боговерующая. А она в храм ходит? Она каждый день ходит туда и молится каждый день. И вы сходите. Так, если у вас будет желание встретиться нам, чтобы у нас большие ресурсы, вы два слова запомните, я скажу вам, запишите их. И тогда можете к нам зайти. Ключ дам вам. Где вы живете? Город Барнаула, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Моем папе 80 исполнилось. Вот Игнатий Лапкин. Вы два слова запомните, это я. Если по скайпу зайдете, я там смогу вам все ресурсы показать. У нас большой Ютуб, очень большой, 17 400 роликов наших. Хорошо. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вот у нас женятся, разводов ни одного нету. Потому что верующая, она знает, как у нас на молитве, женщина одевается, как в хиджабе. Ну, православная. Православная. Так что если... Я все равно зайду обязательно? Ну, конечно. Бог так устроил. Женщина должна быть в подчинении. Она вторичная. От адамов ребра произведена. И поэтому, когда женщина говорит, подравняться надо с мужчиной, подравнялась, одна осталась. Надо знать, тихо, мирно, без слов. Ему трудно, пришел с работы, как она должна встретить его. Церковь всему учит, полезному. Неполезное вы тут не услышите. Вот если вы зайдете на наш канал, он называется «Во свете Библии» канал Игнатий Лапкин. И то вам увидите все. Вам будет очень интересно. Если вопросов нет, я буду прощаться с вами. Да, нет никаких вопросов. Ну, с Богом. До свидания. Какая-то теплотрасса будет. Нет, это за Бог. Да. Да. Да, это так. Видно, что эскаватор копал не вручную. 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 Мы пришли сказать людям, что эта садомская рулетка здесь на суде Божьем отвечать будет перед Господом нашим Иисусом Христом, который умер за наши грехи и зовет к покаянию воскресший. А люди этого не знают. Все в жизни неверно. И смерть лишь одна верна, неизменно верна. Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец и жизненной сказке конец. Это Сологуб пишет стихотворение такое прошлого века. У вас дома такая книга есть? Нет. У вас дома Коран. Коран. Ну, какое дело. Такой? Да, да. А просчитать можете? Вы такие же тупые, как мы православные. У нас стоят церковно-славянский язык-то, не понимают столбами в храме. Ну, я по-своему могу читать. Ну, по-своему. По-разски нет. А тут у меня по-русски перевод. Это перевод. Да у нас по-переводу знаю, но я по-переводу читаю. А так по-разски нет. Мы верим, что за наши грехи жертву принес самого себя наш Господь Иисус Христос. Он умер и воскрес. И мы к нему обращаемся. Он говорит, придите с покаянием все труждающиеся обремененные. Я успокою вас. Это Евангелие от Матпея 11.28. Вы должен Коран читать. Да, я не просто Коран читал, а один том у меня написан о Коране. У меня 38 книг вышло из печати. Я его сравниваю по сурам и аятам весь с Библией. Почему ты христианин до сих пор? Почему я христианин? Да потому что нигде спасения больше нет. Иисус умер за грехи людей, и никто больше не умирал. Так, Евангелие написано. А у вас написано там инжил. Евангелие-то. А основатель-то вашей религии говорил про Евангелие. А Евангелие говорит о том, что он был распят на кресте. Четыре евангелиста, Матфей, Марк, Лукаян, все одинаково говорят. И мы верим, что он умер за наши грехи. И мы получаем спасение. Спасения нет нигде, нигде, кроме православия. Имеет христианство. Вы пришли на 600 лет позже. Вы по своей книге рассуждаете, а мы рассуждаем по Евангелию. Я книгу вашу не трогаю. Я просто рассказываю, что о чем есть. Люди совсем не знают. Вот здесь мусульман... Спасение только на Коран. Спасает нас не книга, а спаситель, который грехи мира искупил. Вот в чем дело. Который спасает людей, это Мухаммад. Правильно. Как он спасал? Вот есть такой писатель... Спасал и спасет. Нет, а как спасет-то? Он должен умереть за грехи людей, если он без греха. Знаете? Интересно. Щенгиз Айтматов, это писатель киргизский, мусульманин. Последний роман был «Плаха». И вот приехал корреспондент с литературки и говорит, вы мусульманин? Он говорит, да. А почему главный герой у вас христианин? Он говорит, потому что, называют Мухаммада, он добро делал людям, но умер за грехи людей Христос. А это разные величины. Подать рубль или умереть за кого-то, чтобы его освободить? Это отвечает герой социалистического труда, мусульманин, всемирно известный писатель. Угнал вам вопрос. Иисус Христос, когда вернется, и он жив или нет? То что сделает? Иисус Христос, когда приедет, и зачем приедет? Он вернется судить, мир написано, и сядет с отцом своим. Христос говорит так. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. А Евангелист Иоанн говорит, видел я великий белый престол, и сидящий на нем Христа, от лица которого бежали небо и земля, и не нашлось им места. И Господь скажет, вот вы помогли, накормили меня. Скажет, а где мы тебя накормили? А одному из верующих вы сделали для меня? Вот, Иисус Христос вас на тот мир вас не поможет. Он только спросит себя из Аллаха, чтобы себя прощали. Откуда вы знаете? Откуда знаете? Я точно знаю. Если читал Коран, ты должен знать. Он на 600 лет позже написан. Я его не трогаю. Я рассказываю, что написано в Евангелии. Деяние апостолов 4.12 написано нет другого имени под небом. Нет другого имени данного исчезла. Вас не поможет. Помог, и там все, больше не можете нас помочь. Нет. Я говорю, что у нас написано. Это точно. Это точно. Но это вы для себя можете говорить. А для нас как говорить-то? У нас написано, а вы опровергаете. Вы топчетесь на Евангелие. Евангелие говорит о том, что он спаситель, который умер за грехи людей. А вы пришли через 600 лет. Короче, он больше вам не поможет. Это сатана говорит, не поможет. А он мне каждый день помогает. Омега, мир Омега. Вот так, короче. Во Христе Иисусе люди получают прощение грехов. Но ты уже грехник, и все. Две тысячи лет. Вы точно попадете на А. Это сатана говорит, нет ему спасения в Боге. Это у нас написано в третьем псалме. Спасение в Боге только Ислам. Спасение во Христе. Во Христе, как Евангелие говорит. Нет, в Христе нету. Так вы Евангелие не признаете, когда у вас написано, что Евангелие. Только на Ислам. Да я не о религии говорю, то вы меня не слышите. Мы говорим о личности Христа Спасителя, рожденного Девы Марии. Он Бога-человек. И Он взял грехи мира на себя. У нас было миссионерское путешествие. И мы жили, остановились у Муллы в городе Баку. Очень грамотные люди. И мы беседовали на тему Римлянам 6.23. Написано возмездие за грех смерть. Все согласились. А дальше дар Божий жизнь вечной во Христе Иисусе. Все. Все. Ну, всего хорошего вам. С Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...